Как легким движением руки превратить строгое официальное заседание в нетривиальный и продуктивный диалог с единомышленниками? Мастер-класс от Романа Старовойта. Коллеги мужчины, я предлагаю снять галстук. Для того, чтобы можно было спокойнее работать, я, честно говоря, сам не люблю этот аксультуар. АПЛОДИСМЕНТЫ Экономические результаты Курской области пока относительно скромные. Причина – низкая производительность. Ключевые проблемы региона, по мнению населения, медицинское обслуживание, дефицит рабочих мест, дорожная инфраструктура. Сюда же доступность детских садов, экологическая ситуация в целом, благоустройство городской среды, и поддержка пожилых и инвалидов. Большинство проблем, которые присутствуют в регионе, во-первых, они традиционны для всей России, а во-вторых, они абсолютно решаемы на уровне региона. То есть то, что мы видим сейчас, это абсолютно хорошую возможность провести изменения. И потенциал очень хороший, экономика фундаментальная, крепкая, может развиваться. То, что нужно реально улучшить, улучшить управление регионом. Работа над программой «Трансформация региона» началась в декабре прошлого года. Результатом стратегической сессии стало определение пяти приоритетных направлений развития, которые соотносятся с национальными проектами майских указов президента Владимира Путина. Ими стали здравоохранение, образование, дороги, городская среда и экономика. Следующий этап – мастерские проектов. Детальная проработка, улучшение каждой выбранной сферы. Эта работа будет сопровождаться еще несколькими срезами. В середине этой работы руководители этих направлений в таком же формате нам презентуют свои наработки. Мы получим обратную связь от лидеров общественного мнения Курской области. После этого предполагается проведение дней открытых дверей, где совершенно любой житель области в открытом режиме сможет войти и задать вопросы руководителям этих направлений, посмотреть на проект дорожной карты, оставить свои замечания, предложения. Завершенный проект дорожной карты планируют презентовать сначала на Петербургском экономическом форуме, а затем и на Среднерусском в июне. До 2021 года Курская область должна получить больше 16 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов. Почти шесть с половиной из них освоят уже в 2019-м. К реализации стратегии развития будут привлекать и дополнительные финансы, например, федеральные субсидии и субвенции. Главная задача, чтобы каждый вложенный рубль принес пользу жителям региона. Анна Пикулина, Андрей Зарубин, Телеканал 7.